всем привет дорогие друзья магазин golden шейф это совершенно молодой новый чешский магазин который на территории российской федерации еще практически неизвестен но у меня есть семь причин чтобы вам его порекомендовать первое это великолепная локализация на русском языке вообще без ошибок второе чудесное меню чтобы не захотели всегда все найдете все разложено по полочкам 3 великолепная подборка товаров четвертое полно товаров не только для нашего классического бритья но также не забыли и об уходовых для бороды усов и волос 5 очень хороший ценник по некоторым позициям я бы сказал даже сладкий ценник 6 на первую покупку сразу же конечно же после регистрации у вас будет скидка 10 процентов если этого недостаточно тогда вишенка на торт 7 у ребят полно автошива в том числе алкогольных полно одеколонов и все это они могут отправить к нам они это отправляют я узнавал точно всю необходимую информацию вы найдете в описании под видео сходите посмотрите не пожалеете уж покупать не покупать но это решите сами но алкоголь да через границу я думаю что это будет интересно так ну чтож мы у нас уже мокрая при шейф на лице сейчас я убираю лишнюю влагу с помазка и просто его загружу все необходимую пену будем с вами разводить на лице так шайба гуляет поэтому придержу пока последний раз когда это мыло показывал у нас на канале я его после этого промыл отдельно высушил поэтому она не прилипла а если бы у меня на постоянке вот это вот было я каждый раз им брился она бы после первого бритья прилипла бы там в донышку и вот так бы сейчас вот не гуляла бы набирают довольно бодро если бы это было какое-то новое мыло и испытание его синтетикой оставляла бы все таки вопросы потому что я еще не встречал мыло которое бы синтетика не взбодрила то есть синтетика с мылом работает ну достаточно более продуктивно нежели все другие помазки из барсука кабана и иже с ними но это мыло уже было этому никому ничего доказывать не надо поэтому вот так вот наверно 50 вращений и на этом остановимся все пошли на лицо будем делать пену так а зачем на лицо мы же сегодня чашу приготовили чё-то я ее совсем из виду ну вот наверное давайте уже попробуем посмотрим что у нас чаши будет чашу просто смочил вылил воду и теперь поработаем не всем капель буквально чуть-чуть растет вот еще 7 по краям начинает увеличиваться помазок забит полностью чуть-чуть увеличу влагу сейчас наверно где-то капель 10 точно было выработал и еще постараюсь 10 вот так ручка как по мне несколько большое отверстие внутри для человека с крупными пальцами это было бы просто счастье и бы легко пролетал для меня несколько великовато ну вот смотрите ребят здесь ну скажем так вот самой чаши на побриться плюс помазки на побриться никакого смысла сбивать дальше не вижу потому что сейчас этого мыло более чем достаточно поэтому давайте наверно уже пойдем бриться хорошо хорошо когда укладывал помазок специально упакал так чтобы на ручку попала пена сейчас посмотрим как с ней будет так и несут мыло шикарно шикарно оно не выпячивает свой запах но тот который она имеет она так его приятно дает ребят как это ни странно казалось бы ну вот сейчас пока вот по первым движением моё одобряем все-таки за синтетикой не за барсуком здесь тоже несомненно тоже есть стержень но он не такой ярко выраженный как на барсуке и вот здесь вот вот смешно сказать но здесь шарик могу сделать я вот слушать и слышите слышите да ты нам засос чуть не поставил прям вот это вот прям вот 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 именно поэтому сейчас вот что-то как такое внутри есть что нравится еще водички парки пальцы в пене не помешали нормально все держалась и помазок никуда не скользил сейчас была мысль переставить все деления которые существуют на где деление на троечку но наверное как было на единицы давайте на единицы и попробуем начну наверное с яковского а потом уже будем по одному делению да чё по дому давайте сразу на тройку вот следующий проход и поставим там посмотрим так ну с богом ну и пыл отрабатывает в этом станке замечательно возможно я забыл гипс но возможно это геометрия вот это вот мне показалось что несколько затруднительно посмотрим как это сейчас будет на гипсе я им давно уже не брился точно так же на минимальной позиции а господи что левой то хихихих хихих 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 хмм 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 и этим все сказано это не гипс нет понятно что это вообще в принципе не гипс но вот сейчас пока по первому проходу даже геометрия не гипса вот видели да просто провел и все и нету а яковским приходилось несколько раз проводить это каким таким лезвием ребята это рпл рпл одно из самых мягких лезвий которые все мы знаем но я не могу сам себе плацебо в башку бить потому что под носом этим легче хотя сбоку мы с вами вместе на крупном плане смотрели казалось бы профиль не так уж сильно отличаются но по факту когда вы начинаете работать на практике вот тем тяжелее а этим легче проходишь меньше цепляет они разные они разные точно не гипс так ну промываются все хорошо давайте наверно сейчас сразу попытаемся все это переделать так вам видно не видно так резкость пожалуйста давайте поставим ну вот на тройку вот на тройку ну и гипса поставим тоже на тройку так оператор резкости вот здесь вот так вот будет и следующий проход лико намочу это мыло для отдыха и то мыло без заморочек Это мыло, которое дарит хорошее скольжение по скольжению, это мыло, которое великолепно пахнет, не выпячивает, общие силы запах где-то на 3 с плюсом по пятибалльной шкале, но запах чертовски приятный, и ты просто, ну он как, я понимаю, что все запахи достаточно инховы, я понимаю, что все их слышат по-разному, но мне вот этот запах классика, он просто, ну чрезвычайно приятен, я даже думать не хочу, что было бы, если, допустим, сандаловое дерево появилось, там вообще, наверное, взрыв мозга было, я сандал-то так люблю, ну чё, поехали, нейтральная позиция 3, який первый пошел, ну вот на этой позиции у танка впервые появились яйца, то есть чё-то тут уже такое, начинает уже более-менее нормально брить с этим разобрались, гипс обратили внимание, и все, и все пипец, третий проход что третий-то, надо же было, наверное, позиции поменять, да, или что но тут, блин, и сами не посоветуешься смысл в чем, все владельцы гипса в основном достигают своего просветления до третьей позиции то есть третья позиция максимум, за третью мало кто ходит то есть, по идее, несмотря на то, что их 6 трешки хватает 7 так что, вот сейчас вот идти за 3 туда ну, как бы, а какой смысл? ну, с другой стороны, у нас же не простое видео, экспериментальное так что, давайте, наверное, попросим всех подождать ну, и все-таки поставим на крайние позиции на шестерочке хотя, подозреваю, что я за это могу заплатить разнесенным хохотальником ну, мне не привыкать я думаю, вам тоже на меня смотреть такого поэтому 7 бит, 1 ответ так, ну и здесь тоже, так, оператор, резкость это где? а, вот где а, хрен там здесь не хватает это получается мне сейчас надо тогда вот здесь открутить так, вот так открутить так, а здесь закрутить так блин до конца закрутить вот так здесь сделать раз два тогда точно хватит и опять зафиксировать но тут есть вероятность перекрутить а нам этого не надо так ну, вот сейчас ставлю на шестерку на самом деле у вас тут еще вон куда может вынести так полный оборот это тот абсолютный максимум вот тот абсолютный максимум который мы будем испытывать на самом деле там можно, конечно, выкручивать еще больше потому что если вы крышку из фиксации гильзу из фиксации будете выводить намного дальше то у вас там будет и седьмая, восьмая, десятая двенадцатая позиция ну, для кого-то это возможно будет плюсом а для кого-то хрен его знает и все, и бубенцы полетели по ветру иди их лови так ну, поехали ну, вот это дело надо проверять, ребята ну, что-то какое-то ощущение было такое, что лезвие так как у Меркурт прогресс на пятой позиции то есть, вот надо еще проверять не могу сто процентов прям зуб дать ну, вот что-то такое было посмотрим а, что я делаю для гипса это запредельное совершенно не нужно это уже просто трэш но все же мы это доделаем вот даже вот в этом месте ну, чуть-чуть вот если докапываться уже прям вообще как до фонарного столба вот так вот, пожалуй ну, вот теперь все здесь добривать ничего не надо нет, вот здесь вот, пожалуй, маленечко так вот вот в эту сторону все теперь точно ничего не надо здесь здесь вот пару раз бы, наверное, тоже провел но не буду этого делать почему не буду давайте булду что мыло все впиталось вот так вот, наверное ну, на такой агрессии, конечно все побрился ну, а теперь автошейф но цепанул все-таки автошейф и компрессор компрессор хорошо хорошо ребят, я сейчас пока сидел на крупном плане обдумывал мыслей дофига сколько просто очень много я постараюсь все их собрать ну и опять же только свое буду говорить только за себя вот вот свое вот это вот на сегодняшний что сформировалось что там внутри есть вот это и постараюсь с вами поделиться итак, автошейф я думаю, сбалтывать не будем скорее всего это гадом как-то накачано я там на крупном плане сказал что там что-то надо покачать это в старых баллонах помните, в которой там таблетка какая-то внутри была она была там и таблетка там и вам что-то там а здесь скорее всего все уже есть итак, пробуем так дырочка где? это вообще помпа тут вообще накачиваешь тут ничего не надо вот так делать а, вот она вот она беленькая так, больше пока не буду очень-очень приятно снимать вот эта форма импонирует вот здесь остатки чтобы они там не закисали ну ну запах померанжа и лайма вот такое ядренное сочетание что-то как-то первый раз я с таким сталкиваюсь и ну я бы не сказал что я фанат но интересно интригующе посмотрим как он будет ухаживать но, честно сказать я в большей степени конечно рассчитывал на уходовые но от хорошего запаха я бы тоже не отказался тот запах который здесь есть он вот понимаете кроме кроме лайма и кроме граната здесь есть еще какая-то молекула вот она там запуталась она, знаете вот ты идешь и вот как шнурок развязался вроде бы и ничего такого и он брым-брым-брым пока а, мужик у тебя шнурок а, вот вот кто-то скажет что это за молекула сразу же все кирпички уложится но сейчас к сожалению я подобрать этого не могу но это не органика это что-то другое на руках уже практически все высохло начинает сохнуть на лице ну, посмотрим посмотрим через пару-тройку минут что там останется пока внешний вид удобства пользования 5 несомненно 5 потом мы окончательно к нему вернемся и договорим все остальное пимизок за мыло говорить не буду мы про него уже говорили мыло однозначно 5 за запах за незавязчивость за ту ауру которую он создает во время бритья еще, наверное, балл полтора-два возможно вот общая оценка 7 это мыло я люблю и есть обзор на канале там можно его полностью посмотреть помазок удивил удивил потому что насколько был необычный как бы из-за ряда вон вышибал его собраться с барсуком потому что я у Яков таких узлов не встречал там реально какой-то был другой узел не Яковский то ли они специально для него какой-то узел сделали то ли там партика какая-то другая пошла Яхеза я вот этих вот деталей не знаю но если с самого начала у Яков были бы такие узлы но возьмите все мои дифирамбы разделить наверное на 5 вот их во столько раз было бы меньше потому что да, это барсук да, это хороший барсук но сам узел сформирован с таким хребтом посередине который лично мне удовольствие не доставляет несомненно знаю людей которые любят такие вещи но я не принадлежу к их числу то есть вот мне вот тот мешочек подавай такой как вот на всех остальных помазках от Яков каково же было мое удивление когда этот мешочек шарик встретил вот на этом помазке давным-давно наверное где-то пару-тройках месяцев назад меня кто-то из парней спрашивал Вадим а вот на каком из синтетиков есть этот мешочек я говорю да ты чё нет шарик-мешочек это у барсуков у синтетиков нет такого я говорил это на полном серьезе потому что я ни одного еще такого помазка не встречал где бы он был у Яков а вот он есть но я не знаю это прям прям удивление какое-то этот узел который я могу с удовольствием рекомендовать всем кто любит объемное деликатное звучание кисти кто любит очень универсальный инструмент который на каких бы режимах он не работал не будет вам доставлять какое-то не камильфо он всегда вам будет достаточно лоялен и всегда будет комплиментарен то есть он как-то ну как ну как по-дружески что ли ну знаете вот как вот заходишь да пивка попить или допустим кваса в жаркий день а вот бочка стоит и там вот добрая тетя Дуся сидит которую знает весь квартал и ты тетя Дуся налей кружечку ты бам с пятачок или там три копейки сколько кружка стоила она тебе бам и ты вот это вот с пеной ну это же просто кайф и вот здесь вот работаешь вот тоже просто кайф вот как вот как кайф объяснить кайфов много они бывают осенние зимние весенние душевные сердечные да их вообще дофига фановые их много а вот этот кайф вот почему-то первый такой в голову пришел он несет какую-то радость я могу рекомендовать но это нервным счетом ничего не значит потому что ни его двухбандажного 2-бенд двухполосного собрата ни его самого сейчас нет на сайте увы они недоступны я бы не удивился если за этими помазками выставилась бы очередь я бы ясно понимал почему потому что это хороший помазок но их к сожалению нет та ссылка которая будет в описании под видео она просто ведет на синтетику таких помазков сейчас нет ребята увы и ах ну если они появятся появятся с теми же самыми узлами ребята берите не пожалеете просто вещь однозначно обалденно хорошая штука в моих глазах это гораздо интереснее чем с такой же ручкой но марсук вот дай мне вот один такой один такой тот я скажу нате вот заберите пожалуйста вот этот отдайте этот я хочу этот я никому не отдам оставлю себе ну а тот будет оказать что-нибудь там разыграем или кому-нибудь отправлю не мое точно не мое если среди вас есть какие-то люди которым нравится в барстуках штырь ну напишите в комментариях под видео там вот мне нравится мне хочу там если слишком много будет ну рандомайзером определим если один-два вот самый первый кто будет там по времени же эти комментарии же есть этот ютуб выставляет вот самый первый заберет давайте так до пяти человек вот если до пяти человек будет тогда забирает первый если свыше пяти ну тогда на следующее бритье когда будет рандомайзером просто разыграем среди всех да и все ну кому кому заберет тот и заберет синтетика синтетика рулит не отдам точно не отдам так здесь еще пока не высохло еще пока липкость и это мне не нравится потому что я давно уже сколько 3-4 минуты мам язык заговариваю зубы зубы заговаривает язык не заговаривает а все еще липкая ладно подождем еще хотя мазал-то я немного видели там же децл был станки батарейка села возможно это и хорошо возможно к лучшему маленько устаканилась за это время за это время вот этот автошейф подсох кожа просто бархатистая кожа да кожа замечательная но сохнет несколько дольше чем обычно ненамного минут на 5-7 наверное так вот о станках здесь боль моя печаль моя потому что пока сидел на компрессе пока вот это все обдумывал мне кажется я прекрасно понимаю откуда откуда родилось вот это вот изделие яки воле случая воле обстоятельств получили в руки чертежи того изделия которое в принципе то и не снилось они раньше никогда такого не делали так вот они воплотили по своему разумению и по своему пониманию они ментально еще не переросли вот это вот изделие которое в 500 штук опт там 7-8-9 баксов пожалуйста мы любое лого на этом станке вам нарисуем в единичном 15 долларов вот задайся не целью убрать в этом станке яму посередине чтобы везде было 25,5 задайся не целью сделать вот эти вот боковые штырьки не одинаковые как у них сейчас здесь есть хотя бы как у гипса да ну элементарное решение разновеликий тогда средняя плотина всегда фиксировалась бы всегда в одном и том же положении задайся не целью вот на этой вот гаечке делать красную метку не посередине а вверху чтобы даже никогда тени сомнения бы не было что ее нужно устанавливать именно так а не как иначе и додумайся они своей светлой китайской головой до того чтобы когда гильза прикручивалась чтобы она фиксировалась в конечном положении не торцом от гайку а какой-то внутренней своей частью от торец этого винта чтобы торец гильзы не доходил до гайки хотя бы на миллиметр полтора тогда бы гайка вращалась спокойно и все было бы великолепно все все больше ничего если бы они это сделали они вложили бы какой-то труд хотя понятно что это изделие не продавалось бы уже по 15 долларов за штуку а возможно по 30 по 40 по 50 кто знает но это был бы хит и за ним бы стояли в очередь я думаю что и сейчас это будет хит в первую очередь для тех людей которые ну скажем так увлекутся не только дешевизной я вам только что перечислил все минусы этого изделия о плюсах мы еще поговорим вес танка как по мне так он нормальный он хороший такой увесисто плотненький сбитый длина ручки длина ручки мне точно так же подходит накатка накатка неплохая нехорошая она просто накатка она выполняет свой функционал чисто визуально ну а на плюс еще и в кассу точно такая же как вот и на винту и здесь все ну как вы знаете все так соизмеримо регулировка здесь можно извлечь некоторые плюсы несмотря на весь тот геморрой который вам придется испытать купив этот станок придумать как всегда в одном и том же положении не докручивать вернее как всегда на одну и ту же величину откручивать вашу гильзу кто-то плюнет и закажет вот огорей свою гильзу с внутренним вот этим фиксатором про который я вам говорил то есть будет не сквозное дупло что просто винт взял и проскочил а будет там ступенька в определенном месте просто этой ступенькой будет фиксироваться этот винт то есть торец не будет доходить винта вам хватит в любом случае здесь гильзу другая нужна и он будет перешибать весь свой диапазон от единицы от шестерки до шестерки и уходить еще дальше нужно ли вам дальше я думаю что нет это не тайга на тайге можно уходить дальше здесь здесь уже жим-жим я полностью весь оборот сделал выбрился и я бы не хотел крутить еще больше даже если бы у меня была такая возможность но опять же я это я возможно кому-то это в принципе и было бы интересно так вот это не свойственное для яков изделие это лишнее подтверждение тому что яки его шпёрные хоть они не признают это в открытую но факт остается фактом это станок который бреет лучше всех тех изделий яки которые они выпускали доселе он бреет совсем по-другому каждому из тех станков которые у них есть сейчас в наличии он может дать фору и не суть важно что там или это копия 89 головы или это копия 41 головы не суть важно он бреет лучше их всех но с набором тех косяков детских болезней которые у них сейчас есть если вдруг это экспериментальный образец и они свое конечное изделие еще будут дорабатывать ну тогда я рад за этих ребят и тогда у них все хорошо все в порядке тогда на самом деле это будет хит но почему-то мне кажется что так не будет самое печальное самое поганое во всей этой ситуации то что они родили прекрасного уродца или уродливого красавца назовите как хотите при всех его косяках и недоработках при всех его пофигизму в конструктиве у него достаточно неплохое качество ну для Китая я имею ввиду и он очень 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 неплохо хорошо я бы даже сказал бреет не так как гипс гипс бреет совершенно по-другому если говорить вот в частности за те самые ощущения которые я сегодня испытал вот все что я сегодня говорю это мое личное мнение оно через месяц через полгода через год с приобретением опыта может поменяться сейчас оно таково что от первой до третьей позиции вот это вот дитя неразумное оно гипсу в подметке не годится совершенно потому что от нуля до трешки это ну что-то невразумительное хотя конечно же он начинается не с вейши вейши гораздо мягче он начинается ну где-то с уровня HD 34 вот по моим ощущениям и как только мы переходим за трешку вот тут у этого станка как я уже говорил появляются яйца тут уже начинает он у себя взрослый инструмент показывать тут уже есть чем поэкспериментировать есть чем поиграться тут уже что-то такое серьезное что начинает понравиться до трешки он не кокосовый ну и с гипсом с точностью да наоборот до трешки это великолепно чудесное изделие на шестерке он мне не понравился слишком агрессивный был на шестерке я бы его никогда не использовал на какой максимум там четверка пятерка это надо смотреть но не на шестерке шестерка это слишком но несмотря на то что вот у меня такая вот антипатия на шестерку на гипсе побрил он все равно лучше чем вот это гипс побрил лучше пускай не намного пускай процентов там на 15-20 но все равно гипс побрил лучше и повторюсь это самое лучшее что делали яки он бреет лучше чем любой другой станок яки который они выпускали до сего времени вот поэтому и обидно поэтому и бомбит что они могли сделать несмотря на то что своровали они могли сделать вот такое ну а получилось зашли водой пустили пузырь хоть и большой хоть и красивый но дурно пахнущий вот вот так вот если у вас будут какие-то вопросы если они остались после сегодняшнего обзора милости прошу в комментарии выскажите свои замечания вопросы пожелания и прочее прочее но хочу напомнить так в обычной нашей манере в дружественной без всяких хамских вот этих выходок как были вот я вам показывал скриншот на этом на этом разрешите с вами попрощаться добра, счастья, радости берегите себя берегите своих близких дай вам здоровья пускай всегда-всегда все будет хорошо ну и до новых встреч в следующем обзоре я думаю мы с вами испытаем Яковский одноленник ну якобы однолезенник в конце концов тоже новинка нужно показать а потом со спокойной душой и совестью вернемся к продолжению линейки СССР но это ближайшие планы возможно они скорректируются опять же ввиду тех комментариев которые я читаю обязательно читаю под каждым видео пока-пока до новых встреч рад бы вас всех видеть ребенок ну епарасеты ну что ты тут все раскидываешь а а по жопе а ты сегодня Лизе привет не передавала вот ты внимание привлекаешь да ну давай передавай Лизеньке привет да мы уже пойдем Лиза и всем кошатникам канала ребятам вам большой большой привет от этой маленькой шустрилки иди спи уже 12 часов ночи